Приветствую всех! С вами программа «Мир глазами детей» и я ее ведущий Артем Маланин. Сегодня в выпуске поговорим о мультфильмах, узнаем, что такое иероглифы и посмотрим нашу рубрику талантов. Оставайтесь в моей компании, я начинаю. Мультфильмы, как сказки, первые друзья детства. И очень важно, чтобы это были хорошие, добрые друзья. Больше всего мне нравятся советские мультфильмы, те, которые смотрели еще мои родители. Конечно, там не было современных спецэффектов, но ценность их в другом. Они добрые, учат дружбе, знакомят с миром, развивают фантазию. Ведь благодаря им можно побывать в тридевятом царстве, увидеть сказочного змея Горыныча и вместе с Винни-Пухом сходить в гости к ролику. А какие мультфильмы нравятся сегодняшним дошкольникам? Узнаем запроса. Мне нравятся мультики Фиксики. Он очень познавательный и очень интересный. Я узнал, что Фиксики читают разные приборы. Мой любимый мультик «Рачей Грэга». Он учит, что нужно веселиться. И еще там они учат разным фантазиям. Мне нравится мультик «Барбоскин». У меня там самый любимый герой – малыш. Он мне нравится, потому что там все в семье есть. Там очень много детей и очень много друзей. Почему нужно смотреть мультики? Чтобы чему-то научиться. Как сделать воду пресной. Как мы чувствуем всякие вкусы. Как нужно заботиться о природе. Как ее надо беречь. Как часто можно смотреть мультики? Два раза в день. А еще мой любимый мультик «Колепа». Есть хорошие мультики, добрые, познавательные, злые. Есть еще злые, плохие, страшные мультики, которые мама мне не разрешает. Я не включаю. И я хочу, чтобы дети это не смотрели. А то мне потом… А то всем детям будет потом плохо спаться, и они не выспятся до утра. А я люблю смотреть, ну погоди, бременских музыкантов «Малыша» и «Карлосона». Не подумайте, я не против современных сказок. Мне очень нравятся мультсериалы, которые сейчас показывают по телевизору. Например, «Смешарики», «Лунтик» и «Фиксики». Помимо того, что они занимательные, герои интересные, так каждой серии можно сделать для себя какое-нибудь открытие. Они тоже учат добру и дружбе. Такие поучительные мультики должен смотреть каждый ребенок. Только, конечно, не днями напролет, а всего несколько серий в день. Ведь кроме мультиков есть еще и моя программа, которую я также рекомендую всем любознайкам. Ведь у нас есть интересная и умная рубрика «Почемучка». Меня зовут Мыскин Вадим. Мне 6 лет. И у меня есть вопрос. Что такое иероглифы? Добрый день, дорогие ребята! Иероглиф – это буквы и слова, только не в русском, а, например, в китайском языке. Иероглифы используются в некоторых видах письменности на Востоке. Основное отличие иероглифа выражают не только буквы и слоги, а определенные понятия или целые фразы. Существует довольно много разных систем иероглифов для разных языков. Так, например, японские иероглифы кажутся проще китайских. Китайские символы в основном сложные, недоступные для повторения. Я однажды пробовал нарисовать сложный китайский иероглиф, но у меня с первого раза ничего не получилось. Тогда я набрался терпения и старался изо всех сил. И что вы думаете? Сделал как надо. Всегда, когда хотите достичь цели, нужно стараться и верить в себя. Тогда у вас все обязательно сложится и получится. Прямо как у нашего героя рубрики «Талантище». Привет всем телезрители Вектора! Я хотела сказать о лечении моего любимого ЕГО. Я люблю ЕГО. Я собираю из него машинки, дома, роботов, самуая и ИКС. Вот такой у меня талант. Время программы подходит к концу. На следующей неделе мы с вами обязательно встретимся, чтобы, как всегда, интересно и увлекательно провести время. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!